всех с новым годом сегодня 8 января выбрался на рыбалку первый раз в этом году на мотоцикле на своем все уже собрано здесь как всегда красное ведро живец есть жерлицы удочки все что надо прикормка бур и мотоцикл я сейчас ехал вот остановился у реки просто записать начало и показать рассказать ситуацию на водоемах в общем весь январь оттепель идет идет то теперь буквально два дня до были заморозки где-то до минус 10 по утру а так все время тепло тепло вот такой сейчас заход на лед все в воде на льду вода везде вода пока лед хороший лед держит надо выезжать на рыбалке что-нибудь ловить сейчас попробую жерлицы поставить и окуня можешь половить густеру не знаю что будет чего-нибудь хорошие половить пока держит лед потому что тает он стремительно так Продолжение следует... 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 ну наконец-то я прибыл на место на точку ловли рюкзак уже разобрал красное ведро достал там живец жерлицы и вот бур собрал воды немерено но лед есть конечно одно радует да уж водичка на льду давит хорошо вон сколько я пришло но очень много воды конечно вот где кусты такие промойны идет дырявый вода выходит везде так вот на мелики хорошо конечно лед прочный здесь он долго будет стоять до последнего день здесь нам поставлю в камышках ухты лед хороший живец какой активный я вчера вечером ловил живца так у меня не получилось его особо половить не моё пришлось вон несколько окуней взять тоже поймать таких некрупных а густерка вообще практически не ловилась вот одна хорошая попалась там несколько таких и от мелочь я думаю хватит не поэтому он окуней взял они такие приличные окуня тоже мелких особо не было крупных отпускал блин но я вчера чисто на живца поэтому вот так вот сейчас попробуем чем поймать вот она вот так я думаю нормально будет вот 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 солнышко выходило ехал сейчас опять зашло затянула все тучками ухты вот так я здесь не отмеряю глубину потому что видать но тот же мелко не отмеряя еще можно чуть спустить живчика идеально все на мелике несколько жерлиц установил и сейчас хочу попробовать поставить на выходе из ямы так называемый свал на этом на этой точке попробую ни разу не ставил хотя раньше пробовал ерунда получалось ничего не клевала мне просто многие писали ставь на выходе из яму ставь на выходе из ямы сейчас попробуем поставим вот уже пробурил здесь лунку померил дно здесь как раз метра два с копейками сейчас поставлю маленького каком живчика найду о есть но это в надежде на судака я только не знаю насколько он выдержит такие испытания такой живец маленький и здесь крючок маленький тоже максимально маленький какой нашел двойничок все пошел посмотрим ну что дачок выйдет ухты сейчас вот так подниму его буквально на два оборота катушки посмотрим что будет и вторую также сейчас поставлю вот на этом вот так идет где-то здесь уже метра четыре здесь я сейчас бурил уходит здесь в два метра самый такой свал идет то есть бровка получается начинается хотел уходить переезжать на другое место попробовать половить густеру малька то нету живца ну и так вообще на жарёху чем поймать сейчас подкручивала немного не знаю надо мне кажется посмотреть что здесь чуть накидала над на вот увела туда в камышко дергается о что-то вижу ну понятно ну что ж ты такое то вообще вот чуть-чуть краю вот такой крупный щук попался огромный просто шикарный да кстати по моему одна из самых крупных густерок которыми я была и больше нету ну какой порез ну ничего живет живец первая щука нового года и конечно так себе размер ну ничего подхожу вижу мотала стороне прям жир лица а вот мотает мотает непонятно е-мое клев есть глянем что здесь кто-то брыкается ухты давид не уж то повезло ухты 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 есть такая за килограмм его 200 наверное ну вот на конь ох как удачно чуть-чуть и сошла бы вот она ребята есть первая нормальная щука новом года вот это уже красота это уже приятно в руках держать но я думаю чуть больше килограмм где-то вот так вот класс эмоции сразу поднялись сразу эмоции на максимум да как я сказал кило двести семьдесят даже но ее видно те ложка она меньше то дал те ловил ночью ну вот результат 1 живца нету блин жалко ну ничего сейчас буду наверное окуней ставить что там у меня вот один полудохлый живец и окуня остались акуня кстати такие крупные вот есть окунёк но хочется поменьше я думаю хотя вот есть окунёк какой отработал свое по-любому крючок уронил блин крючок уронил ну как так я не знаю что происходит голову сейчас поднимаю вот только щуку поймал и опять то сработало где вот до этого маленькую щуку хотел за удочками тех мотоцикл он и заодно сейчас пойду крючок утопил как вот так положил вен рядом опешил то что щуку поймалось наконец-то вот сбросила кольца подходил не мотала вообще никак не мотала посмотрим зацепила что ли я куда-то в камыши что любила легко пошла леска второй раз я щука есть мелкая была и вот опять сход то есть удар исход уже чешуи нету но еще работает живец нормальный ладно пускай работает там сзади вот сработало ни разу еще не срабатывала флажок вот он прям только что услышал прям вот на выходе как я вышел он мотоцикл стоит одна за одной просто одна за одной срабатывает леска на месте практически вон че так это еще такое порезов нету странно прикольно но вот кстати на глубине 2 стоят тишина а у берега бегаю туда-сюда три жирлицы блин ну две здесь и одна вот в углу вот там две сработки и щука поймал только что вот на кило двести пятьдесят двести семье опять сработка вы не поверите на глубине тут же прямо здесь постоянно вот клюет и первая сработка на глубине я услышал флажок упал не крутится странно окуня окуней куча куча окуней они грузик атакуют вот они прямо вот диак у нее можно половить здесь мелкий живчик я попробовал думал что дачок будет а видимо его окунь лупит вон он да окуня прямо атакуют они поднялись за живцом наконец-то я сюда вернулся ухты сейчас попробуем достать крючок сначала если нет то я поменяю его маленький такой балансир чик окунёвый кстати то можно окунь к пойти половить принципе время это не откуда-то переезжать так 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 операция опа 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 пошло 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 дело пошло вот он вот он родной есть все удачно получилось так ну небольшого окунь к поставлено наверное наконец-то я здесь жир лицу сейчас поставлю потому что здесь еще две поклевки было все-таки хорошее место жалко живец вот конечно ну посмотрим кстати учу на окуня будет пустя ручку все пускай вот так стоит окуней попробовал половил несколько еще мелких поймал и все тишина решил пока время не терять ехать дальше посмотреть что-нибудь еще поймать густеру надо живца надо поймать поэтому переезжаю дальше и потом с вами вернусь жир лица оставляю где-то час потратил на поиск я не знаю сколько я прошел по этой реке вот приехал все в лункой главное все вот набурено народ видно что-то ловил но сегодня никого здесь не было я подъезжал уже час здесь сижу и вот кого удалось поймать это судак вот у него клыки небольшой только что вот поймал первую рыбу причем сразу в эту лунку окунул отпускаю его сюда кайфиш не поймал и все и тишина вот на червя вот там дальше удочка стоит там с кормушкой тишина куда рыба подевался я даже вот лунки не бурил кто-то вот сегодня видать утра здесь был я уже тамбур оставил все набурина вокруг он до клюет наконец-то нашел точку наконец-то и нашел точку где клюет так вот этих двух суда и там клюет с прикормкой в общем увидел такой вот здесь пятачок вот все набурина мусора полно видно что народ сидел клевала но далеко ушел конечно минут 15 надо наверное половить и все максимум потому что темнеет он резко он клюет там уже есть есть и есть но на живца такая конечно вот она идеальная чувствую то что не крупная клюет нашел просто ну обидно столько стараний столько я время потратил сейчас вот под вечер не значит он жир лицами у меня все бросил живца то нету надо наловить поэтому решил искать до последнего вот там клюет опять тоже рядом здесь сразу вот она сидит видите какой клев главное найти ну вот по всей реке прошел раз и нашел точку по 2 сидит два отличных живца а так я понимаю как залетел ловко сидит сидит а тоже живец не крупная чувствуется вот он но живется отличный прямо мне принципе как раз живется нужен не больше ничего не надо только живется тут же ах ты что это такое все вот нам на нижнюю мормышку тяжело вот он живчик наловил нормально доехал я до места где стоят жир лица стемнело полностью это у меня просто камера светочувствительная поэтому все видать и самое печальное что я не взял фонарик сейчас свечу телефону буквально знаю видно что не видно на самом деле фонарик есть но он севший не не размотана стал примерзать посмотрим что здесь телефон поставил здесь я кстати сегодня щуку поймал от на окуне взяла кстати смотрите какая хорошая вот такая же щука взяла на этой же жерлица где сегодня поймал уже на кило с копейками вот она красотка попалась еще одна на той же жерлицы кстати на окуня попалась здесь жерлица полностью вымотана было я начал подтаскивать он телефон лежит и я уже видел щуку вот она красавица какая это двушка двушка по-любому даже можешь побольше скорее всего были фонариков у меня нету красавица какая вот она просто красотка повезло вот так повезло все не так рыба ловится отлично все не в мою пользу сегодня класс вот эта щука пойду следующее посмотрю на каждый сидит не это больше двух вот поймены вот пойманные щуки такие это вот первое которое днем поймал которая кило 270 вот 2 такая же даже может чуть по длине и сантиметр вот такая же прям и вот это побольше я думаю килограмма два можно два не пузо такое большое надеюсь меня видно стемнело полностью еще было две щуки мелкие не снимал 1 у берега и 1 там на свале вообще мелкая отпустил обе и сейчас жерлицы и те которые на свале стояли я их поставил опять под берег жерлицы оставляю на ночь завтра с утра приезжаю буду ловить живец есть принципе знаю где его поймать так что надо срочно выбираться звезды тучи разошлись начала подмораживать прям морозик рюкзак собрал все упаковал там рыба ведро живец вот уже под шлемник отдел сейчас буду выезжать на этом приключение надеюсь мои на сегодня закончились жерлицы остаются завтра приезжаю сюда всем спасибо за просмотр надеюсь было интересно пока я домой наконец-то да кому расскажешь не поверят что такие приключения бывают хорошо что я снимаю все на видео а я поехал а